Синие небо, золотые березы и величественные сосны словно приветствовали выступления тех, кто приехал сюда 40 лет назад. Безусловно, одно из ярких событий сентября – это день города и день работников нефтяной и газовой промышленности. Это прекрасный повод вспомнить, как все начиналось. Здесь, возле камня памяти, собрались первопроходцы Когалыма. Этот памятный знак стоит потому, что именно отсюда начался наш город. Здесь, именно на этой площадке, появились первые палатки, в которых поселились люди, приехавшие строить железную дорогу Сургут-Урингой в 1976 году. Кругом тайга, болота, так вспоминают первопроходцы то время, но воодушевленные началом чего-то большого и нужного, каждый строил среди этих хвойных зарослей свою судьбу. Сегодня Осия Хворцкия в окружении детей и внуков, а тогда только единомышленники и коллеги. За 40 лет в Когалыме она прошла путь от мастера до директора. Проработала мастером производственного обучения, полтора месяца проработала преподавателем, а потом на общем собрании выбрали меня директором учебно-производственного комбината, и я стала директором. Проработала на этой должности свыше 20 лет. Север по душе. Есть возможность уехать на юг, но я не еду туда, потому что мне здесь очень-очень хорошо. И каждый думал о том, что все здесь временно нефундаментально, что закончится период большой стройки, и вернется он в родной Мурманск, Омск, Томск или Свердловск. Но судьба распорядилась иначе. Повесили флаг, протоптали дорогу, потом построили поселок. Были молодые, интересно все, красиво, все с нуля. Кругом тайга, вот здесь болото, никого нет, дорожка протоптана. Тут будет, как говорят, даже не имели представления. Чтобы теперь подрастающее поколение имело представление, с чего начинается родина, в праздничной обстановке их учат истории своего города. Мы приехали сюда, чтобы поздравить первопроходцев с этим праздничным днем. Кто такие первопроходцы? Первопроходцы – это те люди, которые первыми приехали сюда, в этот город. Мы должны не забывать этих людей, потому что с них начинался наш город. Здесь стояли палатки разные, здесь жили на этом месте первопроходцы. Строили город. Звучат слова любви к родному городу, добрые пожелания всем его жителям. Возлагаются цветы, как знак памяти и признательности первым героям освоения Северной Земли. Юлия Фисенко, Дмитрий Луцко. Специально для новостей.